Меня зовут Наталья, я занимаюсь правозащитной деятельностью. Мы полтора года назад создали свою организацию под названием Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ. Мы защищаем тех, кого принято называть сексуальными меньшинствами. Эта наша деятельность, естественно, вызывает нервную реакцию у ряда граждан политически активных. У нас много недоброжелателей. И периодически мы от этих недоброжелателей получаем какие-то угрозы, оскорбления, в частности, в социальных сетях. Уже было много таких случаев травли в отношении участников нашей организации. В частности, был случай с Екатериной Богач, школьной учительницей, которую так вот затравили, в том числе через контакт, узнали ее данные. И там уже донимали администрацию школы, управление образованием. Подобный же случай был в Магитогорске, когда девушка тоже работала учителем, вынуждена была уволиться. Ее подловили на том, что она оставила комментарий в ВКонтакте в нашей группе, где она сказала о том, что она относится к ЛГБТ-сообществу и работает в школе. Вот это сразу стало сигналом к началу травли. И вот у меня буквально вчера ночью такой случился инцидент, когда опубликовали ряд товарищей, которые нас мониторят постоянно и пишут про нас глупости и гадости. Опубликовали мой телефон в открытом доступе ВКонтакте. И там в полтретьего, в три часа ночи мне начали звонить какие-то люди, там слать смс-ки странного содержания, в том числе содержащие неприличные предложения, скажем так, сексуального характера. И сегодня тоже несколько звонков получила на телефон. То есть там целенаправленно такая телефонная террористическая атака происходит. Вот звоните ей все и скажите, что вы о ней думаете. Естественно, там целевая аудитория этих призывов ничего хорошего про нас не думает. Например, то, что было вчера опубликовано. И не только вчера, у меня в ВКонтакте целая коллекция. Писем оскорбительных. Иногда удается через администрацию ВКонтакте как-то добиться удаления таких постов. Иногда не удается. Вот один из этих персонажей, мужчина, раньше он, например, под женским именем ВКонтакте фигурировал. Очень странная история, когда мужчина-гомофоб выбирает себе женский ник. Ну, я вот не знаю, чтобы кто-то подавал там либо в суд, либо в полицию. Тут как бы очень тонкая грань. Можно ли им что-то инкриминировать? Надеюсь, что получится. Да, потому что эти люди действуют, чувствуя свою безнаказанность. Ну, из того, что я рассказала, может сложиться впечатление, что у нас кругом враги. Вот, что мы там в осажденной крепости. На самом деле это не совсем так. Помимо тех людей, которые пишут нам систематически какие-то оскорбительные послания, гораздо больше, на порядок больше людей, которые пишут нам слова поддержки. Они приходят к нам, присоединяются к нам так или иначе, к нашей группе. Вот, так что, вот это гораздо более радует и заставляет верить, что то, что мы делаем, это правильно и то, что мы победим в конечном итоге. Потому что вся эта кучка злобных гомофобов будет посрамлена. Посрамлена.